Добрый день. Я хочу сказать, что формат общения с предыдущего раза нам показался наиболее эффективным и, скажем так, доходчивым с точки зрения обратной связи, с точки зрения понимания со стороны наших партнеров. Поэтому мы решили продолжить именно в таком формате. То, что касается сегодняшней беседы, примерно квартал прошел с нашего последнего общения и мы хотели бы провести некоторые информационные поводы и итоги года ушедшего, то, с чем мы собираемся заканчивать текущий квартал. Ну и, собственно говоря, задача 2018 года, текущее состояние наших дел, взаимоотношений с клиентами, с партнерами, с органами власти. Поэтому на вопросы постараемся ответить максимально. И, с другой стороны, буквально в течение пяти минут хотелось бы проговорить по цифрам. Я думаю, что, Алексей Николаевна, по 2017 году информацию расскажем, да, в разрезе именно сданных объектов, метров квадратных, квартир и наших клиентских отношений, которые мы реализовали. Ну вот мы в прошлом году сдали пять объектов. Четыре из них это объекты города Перми и один объект Березники под расселение граждан. Тот, который мы строили в программе расселения, да, в микрорайоне Любимых. В общей сложности это получается 56,5 квадратных метров. 56 тысяч. 56, да, с половиной тысяч квадратных метров, которые, значит, мы сдали надлежащим образом и заселили граждан туда. Вот из них почти 40 тысяч квадратных метров это дома в городе Пермь, Перселенческая 102, Самаркандская 143, Холмогорская 4Г и Хабаровская 54А. Вот все обязательства, которые у нас были перед дольщиками и пайщиками этих домов, выполнены. Права собственности зарегистрированы, то есть все опасения и притязания со стороны кредиторов, в том числе Сбербанка, они погашены. Там общее количество квартир, да, присутствует, чтобы быть точным? Да, по Перми это 668 квартир. 668 квартир. Сдача была достаточно сложная, учитывая, что мы три дома сдавали в конце года и при этом, в общем-то, мы нашли взаимопонимание со всеми участниками строительства и принимающей стороной. В общем-то, получили разрешение на ввод и, как уже Николаевна сказала, провели правовую регистрацию за приобретатель квартир. За пайщиками и дольщиками в данном случае. Адреса были названы. То, что касается текущего года, задача номер один у нас сейчас дом Переселенческая 104, там количество квартир тоже, чтобы 110, 120, 120, 110 квартир, которые мы до конца марта сдаем. И, в общем-то, процесс уже идет именно сдачи профильным инспекторам, как общестроительных работ, так и специально строительных работ. Надо отметить, что в итоговой сдаче по концу, по завершению дома бывает очень важна поддержка жильцов. И мы это прочувствовали как на Холмогорской 4Г, так и сейчас на Переселенческой 104. Может быть, совершенно небольшие, но важные счета, которые оплачиваются совместными усилиями напрямую. После этого мы ведем гашение указанных сумм. Но это позволяет сконцентрироваться в текущем моменте и, собственно говоря, завершить строительство объекта, ввести его в эксплуатацию. Также по текущему году у нас, слово просто для комментариев, цифровая Николаевна, ситуацию осветим, да, сколько и какие объекты? После 104 дома еще у нас остается 5 объектов, которые сегодня находятся в стадии строительства. Это по весне Переселенческая 98, 100, Угл-Уральская 25 и 27. И один объект Старцева 143, это Авиатор 3, который мы тоже планируем завершить все основные работы в текущем году. В общей сложности это порядка 900 квартир, которые мы будем готовить к максимальной готовности домов и к сдаче части домов в текущем году. И, наверное, на фоне, скажем, задачи номер один, это решение вопросов по подготовке, достройке и вводу объектов в эксплуатацию. В общем-то, вся деятельность компании «Камская долина» на сегодняшний день сосредоточена. И мы ведем работу, связанную с тем, чтобы, во-первых, найти и привлечь ресурсы, необходимые для достройки объектов. Во-вторых, выстроить отношения с внешним миром. Это в том числе наши дольщики-пайщики, в первую очередь, это кредиторы, прочие, основной из них сберегательный банк. Ну и, естественно, это органы власти, потому что надо доводить и строить дома в полном взаимопонимании. У нас проблема возникла по правовой защищенности пайщиков на объектах и приравнивании их в статусе к участникам долевого строительства. На этот счет совещание было на прошлой неделе проведено в Минстрое. Мы сегодня в течение дня должны предоставить дополнительные предложения. На этот счет, опять же, эти предложения есть. И, собственно говоря, в рамках предложенных нами инициатив достигнуть соглашения с участниками строительства о том, чтобы придать им более защищенный статус. Это статус инвесторов по каждому из объектов. Предложения, как я уже сказал, в настоящее время рассматриваются. То, что касается диалога с нашими клиентами, спайщиками и дочеками, диалог, я считаю, выстроен. И в данном случае мнение сторон мы друг до друга доводим. Также точно слышим пожелания, которые нам высказываются. К большому сожалению, у нас нет полноценного диалога с основным кредитором группы компаний Сберегательным банком. Собственно, о чем мы говорили по истории возникновения наших проблемных отношений. Это с декабря 2016 года мы не имеем достигнутой договоренности в рамках обслуживания долга. Соответственно, тем не менее, 3,5 миллиарда было с 2010 до 2016 года в рамках украшения основного долга и процентов уплачено Сберегательному банку. И в данном случае отсутствие диалога в течение практически года, мы говорили, было вызвано в том числе изменением организационной структуры банка и так далее. Но на сегодняшний день вопрос приобретает такое большое звучание, когда партнеры, а именно Сберегательный банк, нас упрекнули в конце года. Да, Олег Николаевич, это было высказано, что мы интересы клиентов ставим на первое место. То есть в данном случае мы точно совершенно говорим, что мы их ставили и ставим на первое место. Просто имея в виду компромиссный характер наших отношений, надеялись достичь договоренности взаимовыгодной. Но пока этого сделать не получается. Это очень сильно осложняет как раз и работу по поиску ресурсов, потому что на самом деле они никуда не уходили, они эти ресурсы и были в том числе направлены на обслуживание задолженности со Сберегательным банком. При том, что Сберегательный банк у нас во всех органах управления компанией так или иначе с 2010 года присутствовал. И планы, и наши действия были в общем-то согласованы. В надежде отношения выстроить в течение года мы, собственно говоря, этим вопросом занимались именно непосредственно со стороной кредитора. Но поскольку год прошел, они не выстроены отношения, то я думаю, что имеет смысл о них сказать. Это, пожалуй, самые сложные на сегодняшний день отношения, которые мы не можем пока преодолеть и найти общего языка. Все, что касается взаимоотношений наших с органами власти, мы также находимся в диалоге и поэтому стараемся слышать друг друга и понимать. Наверное, из текущих вопросов, так скажем, вводного плана все, готовы отвечать на вопросы. Надо отметить только еще буквально минуту, что все перечисленные объекты по весне и по авиатору, они не являются залоговым имуществом ни в каком виде и не обременены никакими обязательствами, кроме обязательств наших перед дольщиками и пайщиками. Поэтому я бы хотела на этом внимание сакцентировать, потому что, безусловно, многие люди волнуются именно по этому поводу. Вместе с тем, конечно, нельзя сказать, что наши неурегулированные отношения со Сбербанком, они каким-то образом не влияют на взаимодействие по этим домам, безусловно, влияют. Но, тем не менее, самое главное, это все-таки отсутствие этих обременений. И здесь, в общем-то, и с пайщиками, и с дольщиками, и с большинством из них мы работаем в конструктиве и очень благодарны им за то, что они поддерживают нас в этой ситуации. То есть ситуация партнерская, когда она была партнерской, начиная с середины 2005-2006 годов со Сберегательным банком и продолжалась как таковая в течение 10 лет, она рядом объективных субъективных факторов нарушена. И на сегодняшний день мы пока в ней не имеем согласованных нашими сторонами действий. А вот практика предыдущего кризиса, она показывает, что когда действия были согласованы, соответственно, и в исполнении обязательств, то есть все тоже было достаточно ровно. Поэтому есть дисбаланс, его не имеет смысла скрывать, да, и понятно, что однозначно здесь никто не заявляет о вине какой-либо из сторон. При этом, на наш взгляд, не все действия, связанные с налаживанием диалога, они на сегодняшний день странами предпринимаются. Вот, поэтому... Наверное, вопросов много, я уловил и постараюсь ответить. Начиная с того вопроса, который касается 2016 года. К сожалению, названные дома, они все имеют просрочку по сроку ввода, но тем не менее, это, как я уже сказал, наша основная задача эти дома достроить и сдать. Во-вторых, то, что касается вопроса по движению денежных средств. Вот совершенно точно, ни у Гладикова, ни у Романовой, ни в группе компаний «Камская долина» не существовало и не существует каких-либо офшорных компаний и компаний, куда могли бы выводиться денежные средства. Все средства в бизнесе. Другое дело, что бизнес, он достаточно был и остается, я считаю, достаточно большим, что очень большие объемы и обязательства в нем присутствовали. И, кроме того, на момент проведения каких-либо действий и операций, они в законодательном плане не ограничивались. Есть на сегодняшний день толкование и существующий закон 214, который именно в рамках сегодняшнего дня регулирует отношения. В рамках той истории вопроса, которая существовала, эти отношения были все в плоскости действующего законодательства. То, что касается встреч. Ну, на самом деле встречается и Гладиков, и Романова, но при этом, естественно, есть у нас внутреннее распределение полномочий, в котором Алевтина Николаевна, в общем-то присутствуя в качестве партнера и заместителя, выступает от лица группы компаний с абсолютно согласованной позицией. И если, допустим, это время, оно не пустое, но его проводить параллельно, то, наверное, не хватит на какие-то другие отношения, в том числе, может быть, отношения, связанные со строительством с подрядчиками. Вопросы, которые задают очень часто по тому, что стоят работы на объектах, ну, я скажу, что это не так. Другое дело, что темпы этих работ мы бы желали видеть более активными, да, и, так скажем, живем с тем, что есть. И понимаем, что мы работаем сегодня на всех названных объектах, да, в разных темпах, но при этом совершенно четко готов сказать и заявить, что у нас на сдаче, вот, как мы сказали, 104-й дом сейчас находится в марте месяца, 27-й мы себе планируем июем месяцем закончить дом и сдать. И спасибо тем, опять же, жильцам и той инициативе, которая проявляется с точки зрения позитива, направленного на ввод объекта в эксплуатацию. Мы знаем, что 24 марта, да, собрание? 23 марта. Собрание жильцов, там ряд вопросов, которые будут приниматься, в том числе направленные на сдачу дома. На сегодняшний день мы, дом действительно в высокой степени готовности находится, мы на сегодняшний день имеем договор подряда на завершение общестроительных работ. Мы согласовываем ряд работ по специальным инженерным сетям и коммуникациям. Есть понимание того, значит, как дом докомплектовывается сантехническим оборудованием именно системами отопления. Ну и ряд других позиций, они, в общем-то, по дому выглядят достаточно, в нашем представлении, сбалансированными. Безусловно, жизнь, как каждый раз, какие-то новые нюансы выдвигает, они возникают, да. Но в данном случае говорить, что мы самоустранились от решения проблем, нам не позволяет как раз опыт всей нашей деятельности предыдущей. И нравится это кому-то или нет, но историю не любит тот, кто не имеет собственное, либо не видит своего будущего. Поэтому у нас история достаточно позитивная. И с точки зрения реализации своих обязательств, вот за все годы у нас Олег Николаевич, цифра по кооперативу ведь тоже известна, да. То есть по привлечению пайщиков и объемам строительства квадратных метров. Мы ее просто более подробно можем как пресс-релиз направить, но тем не менее, чтобы там, как говорится, сейчас на ходу не сочинять, и цифры были точными. То, что касается пикетов, ну вот мое личное мнение, что на пикетах не решается абсолютно конструктив, и точно совершенно, что участие в пикетах с одной стороны, с другой стороны, это безусловно право каждого участника, с одной стороны, с другой стороны, на мой взгляд, оно не решает проблем. Все, что касается, вот если был вопрос, связанный с 27-м домом, мы решаем. Мы решаем, в том числе вот... С Николаем Алифтином. Алифтин Николаевна в диалоге находится с инициативной группой, ну в постоянном диалоге, да. К сожалению, у нас практика была и более широких собраний, но при этом толкование вроде бы очевидных и понятных вещей, оно было диаметрально противоположным. Поэтому круг общения может быть сужен, но от этого слышимость не ухудшилась. То есть мы стараемся все вопросы, которые нам задают, во-первых, ставить, в первую очередь, перед собой, во-вторых, их разрешать и двигаться. Я еще раз говорю, что, ну, 27-й дом у нас по степени готовности сейчас, ну, по сути дела, на втором месте находится и... После 104-го. После, да, после 104-го, и, соответственно, к его сдаче мы сразу же переходим. Можно я вам? Сюда мы представляем себе, какие-то издания. Прямо снать, Светлана Викова. Вопрос у меня тоже, в том числе, по движению денежных средств. Вы наверняка знаете, что в конце декабря прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье 201, вопреждение полумучения, в облегчении тяжкие последствия, это позже, эскайс-семница. Вот, какова ситуация, то есть, ЖСК-семница, там, речь идет о периоде, там, с 2013-го по 2018-й год, ЖСК-семница могли бы еще раз точнее, каким, то есть, он был застройщиком каких домов, да, там, давали ли вы какие-то пояснения, в том числе правоохранительным органам, вот, по этому поводу, и, какова ситуация сейчас. Вот, Светлана, я думаю, что для того, чтобы быть корректным, вопрос должен звучать полностью, да, быть заданным. А именно, может быть, вам это, конечно, неизвестно, инициатором возбуждения и заявителем выступал сберегательный банк, и злоупотребление касались не движения денежных средств, а именно предметов залога. Предметов залога. Я комментировать, ну, текущее дело не могу просто потому, что, естественно, показания по этому делу дает достаточно широкий круг участников, да, и суть сводилась к тому, что как раз проблемой была регистрация права собственности за жильцами, значит, Холмогорская 4Г и Хабаровская 54А. И в данном случае кооператив «Синица» сотрудники группы компаний выполнили все действия для того, чтобы именно за жильцами эти права и были зарегистрированы. Поэтому вот вопреки, там, что такое преступление, это как минимум умысел, сговор, да, и факт злоупотребления. Так вот, со стороны кооператива, как мы считаем, и со стороны группы компаний умысла, сговора и факта злоупотребления не было. На этот счет есть как раз документы, в том числе протоколы совместных с банком рассмотрения бизнес-планов группы компаний, участие совместно с банком в обсуждении данных видов залогов как дополнительных. Письмо банка от 2013 года, в котором банк говорит, что это сложившаяся практика взаимоотношений, доп. обеспечения в текущем режиме, который автоматически снимается при вводе объектов в эксплуатацию. Поэтому не мне судить, как будет оценена база, которую мы передали и о которых мы говорили, но в данном случае, вот если мы говорим, что было возбуждено дело о злоупотреблении, так оно было возбуждено не по факту вывода денежных средств или увода денежных средств, а по факту работы с залогами. Дальше. Синица, она не в силу, опять же, возраста и действующего на тот момент времени законодательства, никогда не выступала застройщиком. Потребительский кооператив Синица в отсутствии ипотеки, в отсутствии системы поддержки граждан в приобретении жилья, был создан как кооператив, который позволяет людям исполнить свои, или сделать, скажем, свои возможности реальными в приобретении жилья, оказать им поддержку. В 2000 году создан? Был создан в 2000 году, и все-таки за это время, но я боюсь ошибиться, мы цифры еще раз уточним, более 10 тысяч человек были пайщиками этого кооператива, соответственно, вот там, если умножать и смотреть на построенное жилье, там, под миллион построенного жилья с помощью Синицы, да, и Синица возникла не вчера, и не сразу стала такой птицей никудышной, которая вдруг взяла, да, и стала нарушать все действующие законы. Мало того, участие кооператива Синица в группе связанных заемщиков и требования о ее участии, это было требование банка. Вот когда нас обвиняют о том, что есть какой-то общий котел, есть какое-то непонятное движение денежных средств, оно для нас понятное. Ни у Гладикова, ни у Романова офшорных счетов нет, это еще раз. И все, что было, все было в том кругу, да, интересов и партнерских взаимоотношений, которые существовали и существуют по сегодняшний день. И все инициативы о создании, вот у кого-то может там с памятью становится плохо, кто-то что-то забывает, а у нас все ходы записаны. То есть нас спрашивают, мы находим бумагу, мы ее приносим. А трактовать ее, ну, не наше дело. Наше право понимать, что мы действовали в рамках существующего законодательства и не ставили себе цели нарушения каких-либо законов. Можно еще раз сказать, то есть эти два объекта, у меня были вопросы, как у кого-то, какие объекты, которые в данный момент... Сданы и зарегистрированы за пайщиками. Пайщиками правособственности. А в залогах находились... Они не находились в залогах, это было доп. обеспечение. Это разная трактовка. Сами агенты, сами дома. Не находились они еще в залогах. Имущественные права были предметом... Имущественные права. Да кому его точняю? Что это было доп. обеспечение. Коллеги, еще один вопрос из самих сетей. В ВКонтакте нам пишут. В октябре 2018 года Петраж поступил в заявление от МСК, признание банкротинга до 9. Да. И сроки там истекают в мае, пишет пользователь. Собственно, вы обозначили сроки там по... До конца года. ...двадцать седьмому дому, это июнь. Нет, это только двадцать седьмой дом, а там есть еще ряд домов. Так точно, да. И в этой связи, пишет нам Виняя Серебрякова, через два месяца пачки дочеки ЖК Весна могут пополнить армию обманутых дочек. Это сказать, что четыре дома из пяти за два месяца нереально. Каковы перспективы ответить? Абсолютно точно, что построить четыре дома из пяти за два месяца нереально, и нереальные задачи себе никто не ставит. Вот то, что связано с иском МРСК, если о нем говорить более подробно, то он имеет под собой, опять же, формальную почву, и, наверное, с ней никто не спорит. Это задолженность МРСК за тех присоединения в размере около пяти миллионов рублей по как раз невведенным четырем домам жилого комплекса Весна. Для того, чтобы понимать масштаб задачи, надо понимать, что из тех присоединения суммарно по договору 105 миллионов рублей, 100 миллионов, так или иначе, МРСК получила за тех присоединения домов. Наше предложение было сформулировано таким образом, что мы должны были заплатить за все дома, но при этом все дома должны стать потребителями к тому моменту времени, когда возникла просрочка. При этом, значит, четыре дома не построено, и предложение встречное было абсолютно очевидным – платить по мере ввода объектов в эксплуатацию, то есть за каждый присоединенный дом, понимая, что 100 миллионов уже есть заплаченных. И вот в данном случае, к сожалению, мы общего языка не нашли, МРСК действительно реализовала свое право, но в данном случае и суд рассматривает как застройщика, как АД-девелопмента. И то, что я сказал в самом начале, это усиление защиты прав пайщиков весны через введение, может быть, конструкций других защищенностей договоров в качестве своих инвесторов. И момент еще один, что хронология, понимаете, есть момент, когда ты просто сидишь и печально ничего не делаешь, потому что знаешь, что через два месяца состоится то или другое событие. Другое дело, если ты делаешь все для того, чтобы ввести один дом, второй дом, третий дом, четвертый дом в эксплуатацию, и при этом не только ты сам оцениваешь свои старания и видишь их результат, но и суд в том числе, он тоже понимает, что есть отдельная категория предприятия-застройщика, которая рассматривается несколько иначе на сегодняшний день. Поэтому наша забота и наша задача ввести всеми возможными силами и темпами достройку домов от микрорайона весна. В том числе в рамках данного разбирательства. Еще раз говорю, здесь понимаете, когда формально смотришь на вещи, есть, допустим, безусловно, правосберегательная банка, безусловно, право МРСК и так далее. Но дальше есть, опять же, развилки, некоторые нюансы, которые нам позволяют надеяться, что мы найдем взаимопонимание. При том, что, наверное, МРСК ведь не претендует на то, чтобы получить 100 миллионов, они конкретно говорят о 5-5 миллионах рублей. И эти 4-5 миллионов рублей с вводом объектов в эксплуатацию становятся вполне реальными цифрами. Поэтому инструмент, допустим, мировых соглашений, инструмент каких-то контрольных действий никто не отменял. Соответственно, надеемся на достижение договоренности. Это обсуждение, это просто на сегодняшний день, Светлана, предложение, поэтому оно будет обсуждено, и больше защищенности. Ну, потому что у них приобретаются такие же права, как и у дольщиков. О чем сейчас волнуются пайщики, что они менее защищены. Вот поэтому мы конструкцию сейчас обсуждаем, чтобы они в случае банкротства, когда они велосипеды... Ситуации с весной не было конструкции доп. обеспечения. Вот там не было этих конструкций доп. обеспечения. Там они даже теоретически не находятся вот в этой большой конкурсной массе. Соответственно, задача наша и задача согласованная, как я думаю, что на сегодняшний день с правительством края, максимум защищенности всем категориям участников строительства предоставить. Еще раз возвращаясь к Синице, Синица, я говорю еще раз, да, в текущем моменте действительно она имеет проблемы, но проблемы еще связаны с общей проблематикой группы компаний. При этом, ну, оставшись порядка 600-500 сегодня пайщиков, ну, или даже пополам, да, 900, там у нас 450-450, с 450 пайщиками предпринимают все усилия. И, опять же, что может служить к этому стимулом, посылом, да, это история, что это не первые 450 пайщиков, которые в кооперативе были. Это 450 из 10 тысяч, из которых там 9,5 получили свои квартиры, и кооператив исполнил обязательства. Время меняется, да. И мы сегодня говорим, что уже и долевое строительство не панацея, что, собственно говоря, через три года и эта практика уйдет. Но на момент создания Синицы, еще раз возвращаясь к 2000 году, систем поддержки, их не было, да, и ипотечного кредитования, поэтому достойно завершит, я думаю, свое существование как инструмент. А со Сбербанком? Ну, у нас иски, аресты имущества, банкротства, значит, банкротства Гладикова-Романова как физических лиц. И мы понимаем, что вот это как раз уже является таким аргументом, что называется, пугалом, да, в личном плане, что это было практически заявлено одновременно с упреком, что вы думаете о пайщиках-дольщиках, вы не думаете о Сбербанке, ну, смотрите, да, мы тут достаем дубину, и в случае, значит, если вы с нами не будете себя вести послушно, то мы начинаем этот процесс. Собственно, в процессе нашего с вами последнего общения, которое было в декабре, это звучало как угроза, но потом стало реализовываться конкретно подача исков и так далее. Вот, хотя тот из Кома 1 миллиард, который группа компаний 1 миллиард 100 должна банку, да, он фактически у нас востребован отдельно с ЖСИТа, отдельно с КД, с ЦУПа, да, отдельно там с Камской долины, с Гладиковой, отдельно с Романовой. То есть мы считали это суммарно как бы, да, заявлено там по всем. Комментировать не могу. Могу коллегам, кто бизнесом занимается, сказать, что не ведитесь на обещания банков, ну, это, наверное, такой, он в данном случае, как говорится, уже и так показательный. Поэтому был посыл предыдущего, позапрошлого руководства банка, что это последнее, ребята, что может быть, но вы понимаете, нам надо при реструктуризации показать свою лояльность, ну, куда уж больше показать, да, эти личные поручительства. Вы же верите в свой бизнес. Мы и сейчас в него верим, в свой бизнес, да, но, к сожалению, на замене людей, на поступках чисто формальных и правильных, что называется, итальянской забастовкой. Мы вот как раз имеем те противоречия, которые имеем, и вопросы, которые нам сейчас неприятные задают. Коллеги, ну, у ВИА еще пара вопросов есть на пользователей. Куликов Алекс пишет, дольщики защищены, знак вопроса, возможно, видеть спащики. Не смешите, станция 143, нет договора страховки. И следом еще вопрос, почему-то он присутствует. Можно по частям? Договор страховки действует спустя два года после его истечения, но чтобы говорить о смешном и не смешном, да? И страховая компания это знает. Просто, понимаете, вот есть вопросы, когда человек говорит, я езжу в автобусе мимо, я смотрю из окна, нет, и так далее, да? Есть вопросы документального оборота, которые вполне четко и понятно регламентируются раз, и во-вторых, на объектах, по которым заявлено, что мы ничего не делаем, ну, как минимум, журналы производства работы ведутся, в которых отражается то, что там происходит. Еще вопрос, он почему-то адресован ко мне. Сергей Неверов спрашивает, Антон, чтобы это было похоже на правду, можно в офисе на этой неделе увидеть договор с подрядчиком, со сроками и планом работы. Ну, наверное, все-таки не ко мне вопрос, а... По старцам? По которым удобно. Знаете, на самом деле, вот у нас, почему общение сведено к инициативным группам? Я понимаю, в данном случае состояние, я понимаю, может, обиду каждого участника строительства, но вы нас, коллеги, поймите тоже. У нас компания, ну, два года назад, да, насчитывала 220 человек, сейчас работает 47. Соответственно, мы, вот, если просто в обычном порядке каждый день будем проживать одну и ту же ситуацию, отвечать на одни и те же вопросы, то ничего другого мы не сделаем. Нам надо очень эффективно организовываться и эффективно работать. То, что касается предоставления, часто бытуют вот такие заявления и договоры, да, предоставьте мне пакет документов. Но вот в данном случае Олег Николаевна по тому и общается с инициативными группами. Инициативные группы, мы понимаем, возникают не сами по себе. Они уполномочены от тех жильцов, ну, как наиболее люди сведущие, может быть, активные, энергичные и так далее. И мы эти документы, мы их не таим и предоставляем. И поэтому, вот, наверное, в каждый адрес мы просто их не разошлем. И тем более, вот, мы не будем их предоставлять, наверное, в ваш офис. Но то, что они у нас есть, мы тоже врать не будем. И эти документы, инициативная группа может с ними ознакомиться и посмотреть. Да, он продолжается процесс, и в том числе взыскание процесса, и в том числе процесс работы с партнерами. Что нам, собственно говоря, и дает ресурсы на достройку, да, на сегодняшний день. И мы бы, наверное, никуда не продвинулись, не имея партнеров, не имея тех отношений, которые сложились за годы работы. И уровня доверия, которое нам позволяет сегодня как раз получать ресурсы на достройку названных объектов. Единственное, что трактовка прошлого совещания очень такое широкое и какое-то было нелицеприятное ощущение от этих вопросов, не вопросов даже, а комментариев. Что, дескать, вот, а покажите, а расскажите, это знаете, как в том анекдоте, а покажите деньги. Поэтому даже если это в какой-то части предмет фантазии, то с этой фантазией надо жить и превращать ее в реальность. Поэтому есть партнеры, да, и такие способы, как взыскание неоправданно полученных сумм. К сожалению, вот то, что касается взыскания, это не очень быстрый процесс, но он идет на работу. Можно еще раз уточнить, да, по объектам, то есть, правильно понимаю, что кроме переселенческой 104 еще 5 объектов, да? Да. Дальше пока не сданы, то есть переселенческой 104 воздают в марте, а не сдаются 5 объектов. Да. А пока по срокам и дальше, ну, вы сказали, в июне, да, будут сданы. Это 27-й, 27-й, да. Коллеги, я предлагаю, может быть, если у нас вопросы конструктивные, я подчеркиваю, иссякаю, да, а эмоциональных очень много вопросов. То есть все они в той или иной стороны уже были заданы, да, то есть, ну, не вижу смысла сейчас на этом акцентироваться. Если есть еще вопросы, коллеги, вот... По срокам я хочу просто... Я хочу, чтобы в конце нашего мероприятия мы подвели итог, да, некий с конкретными сроками и конкретными адресами, да, и это будет такой хорошей точкой. То есть, Светлана, в задачах на 2018 год было заявлено, что мы имеем самые два сегодня неготовых, да, с точки зрения строительной готовности объекта, это Углевральская 25 и Старцева 143, и по ним мы сейчас работаем для того, чтобы до конца года максимум работ на них завершить. Максимум – это, на наш взгляд, включая сдачу объектов в эксплуатацию. Но если это не получается, то это хотя бы приведение их в состояние построенных полностью готовых коробок, инженерных сетей, коммуникаций и выход на чистовую отделку в этих домах. Вот, что мы имели в виду. По оптимизации, значит, у нас, ну, в какой-то части значительной все объекты и особенно нагрузки сетевые по ним, они поддаются оптимизации. И мы с этим работаем. Мы, в частности, работаем очень активно сейчас с этим вопросом. По Старцево, вот, по весне практически все сети у нас построены, да, там идет присоединение домов к фактически уже построенным сетям. Ну, и большой такой задачей является благоустройство микрорайона. Вот. Да? Мы сейчас передачем еще по Березнякам. Вы сказали, что был сдан один дом Березняка по переселению. А с остальными что? С объектами, то есть? Остальные строятся? То есть, вы их продолжаете строить, это параллельно строят? Мы в них работаем, да, и контракт наш действующий. Просто понимаете, вот мы когда в прошлый раз про Березняки сказали, кому-то как красная тряпка, кто-то побежал в Минстрою от неустановленного источника, получил комментарий. Комментарий звучал так, что это был декабрь месяц, что с нами расторглен договор. Мы сидим в марте месяце, у нас договор действующий. То есть, контракт действует? Да. Другое дело, другое дело. Мы же все понимаем, что статус, в том числе Камской долины и заявления о банкротстве, которые существуют по Камской долине, они ведь как только из них состоится какое-либо действие негативное, они прекращают контракт. Поэтому, понятное дело, что достаточно напряжена ситуация вокруг него, но мы находим конструктивные, так сказать, параметры для взаимодействия с корпорацией, с Минстроем. В суде, при разборе банкротных исков к вам, представитель, пара представителя, сказал, что долг изначально был переобеспечен залогом имуществом. Вот, я бы делала, не знаю, может ли ли вам факт, какой-то интересен. То есть, она сказала только вот единственную фразу, что он переобеспечен. Можно ли как-то ее раскрыть? Она сказала фразу целиком, опять же, да, что на момент заключения кредитных договоров долг был переобеспечен залоговому имуществу. После кризиса 2008-2010 года произошло падение цен, соответственно, оценочных стоимостей коммерческой недвижимости. И в связи с этим все доп. обеспечения и все процедуры связанных с заемщиками стали и возникать. И еще раз говорю, связаны заемщики и так называемый общий котел. Это не наша идея. У нас с 2010 года банк сберегательный в качестве своих представителей присутствует в органах управления СУПа, бывшего АОКД, как головной компании, и Жилсуцинвеста. Соответственно, все наши решения, все переводы долгов, обеспечений и действия, связанные с обслуживанием кредитов, они были согласованными действиями с банком. И в данном случае переобеспечение и то, как сейчас ведут рядовые исполнители, которые тоже, как я уже сказал, по методу итальянской забастовки говорят, что они просто честно делают свою работу. Оценить залоговое имущество ниже нижнего, создать на рынке шум, попытаться его продать по любой цене, списать с себя предметы залога и вывести эту кредиторку за пределы ответственности тех лиц, которые сейчас за нее должны отвечать. Наше предложение было с самого начала участвовать в реализации планомерно, взаимодействуя по ценам и способам продажи. Но вот не можем мы найти общего заказа. Люди говорят, что они выполняют свои обязательства, арестовывают эти земельные участки, пытаются, как эта истерика была устроена в конце прошлого года спайщиками по Холмогорской 4Г и 54А, через воздействие на людей эту ситуацию расшатать. Те же самые примеры личных банкротств и так далее. То есть это, к сожалению, не партнерские отношения. Есть в качестве доп. обеспечения тоже объекты, которые совместно списывались. У нас ведь в адрес банка платежи шли, и эти же платежи были не закамуфлированными, не тайнами. Просто есть суммы и подтвержденные документы, по которым банку перечислялись деньги. Да, не все, но и про все было сказано, что никто от них не отказывается. Предлагается именно партнерское движение на встречу друг к другу с целью реструктуризации. Наверное, в данном случае не очень правильно говорить одному, но я просто сказал, что такая проблема существует. Ситуацию, некие сроки по двум самым проблемным объектам мы услышали, правильно? Да. До конца года. Да, стремление лучшее, конец года. Варианты начала 19-го. 27-й в июне и 98-й сентябрь. Ну да, 100-й декабрь. Так у нас получается. То есть. Все. Зайдем на... Да? Да. Да. По всем. Ага. Ну, с вашего позволения, наверное, мы на этом закончим. Да? Вопросов много. Вопросов эмоциональных. Ну, дословно, там, на Парковом дома стоят люди без квартиры. Пишет нам Михаил Ильич Муырко, что с домами на Парковом. Но, в принципе, ответы позвучали. Да? То есть запись, трансляция, она будет доступна на Фейсбуке. Ну, само собой, да, было бы, наверное, правильно посмотреть, там, эти комментарии почитать, да? Да, обязательно. Можно я про Паркова все-таки еще раз скажу про то, что дома стоят? Потому что, на самом деле, я признаю, что темпы, во-первых, сроки все сдвинуты и сорваны. Во-вторых, темпы, они с точки зрения наших пожеланий, даже и наших пожеланий, они на сегодняшний день наверняка могли быть и выше. Но мы, еще раз, не можем сегодня взять и встать на все, там, пять домов, допустим, с одинаковыми темпами. Мы понимаем, что на одних надо обеспечить фронты для будущих работ, на других, таких, как 27-й, 98-й. Что называется, просто навалиться и по максимуму все работы закончить. Спасибо, коллеги.